Перебирая годы поимённо, поочерёдно окликая тьму, Они пророчить станут перемену, дождю земле, любви всему-всему. Это строчки Пастернака. Перебирая десятилетия, мы с вами добрались до 20-х годов 20-го века. Здравствуйте! С вами по-прежнему Михаил Жебрак. После революционной десятилетии описано подробно и необыкновенно вещественно. Лишённые необходимого еды, одежды, жилья, писатели особенно пристально всматривались в бытовые подробности. Революционным литераторам не приходилось продавать последнюю обувь, как Олеше и Катаеву, чтобы раздобыть еду. Двадцатые годы – время НЭПа, время возникновения трестов и концессий. Энергичных женщин в джерси и мужчин в цветных жилетах и ботинках на пуговицах с прынелевым верхом. При этом у мужчин часто не было носков. Вывески на зданиях и сотрудники в учреждениях менялись с зарством калейдоскопа. А в домах царил примус. Компактный примус позволял вскипятить чай в любом углу. Примус и матрас на кирпичах. С этого бытового минимума начиналась жизнь приезжающих в Москву. Пешком Пожалуй, не было другого периода истории, когда столько первоклассных перьев занимались газетной поденщиной. Работа в газетах кормила. Поэтому прозу и стихи сочиняли по ночам, а днем правили рабкоровскую корреспонденцию, писали передовицы. Только в газете «Гудок» работали Катаев, Олеша, Ильф, Петров, Багрицкий, Булгаков. И уровень мастерства подобных газетных работников был феноменальный. Вот как-то здесь, на Пушкинской площади, Катаев хвастался Есенину импровизациями Багрицкого. Есенин решил проверить, задал тему. Багрицкий взял журнал и моментально на обложке написал сонет с правильными рифмами и цезурой. Самым известным импровизатором 20-х был Юрий Олеша. Газета «Гудок», где он работал, возила его на съезды железнодорожников. И там Олеша устраивал такое представление. Одна половина зала кричала слова, другая подбирала к ним рифмы. Олеша записывал. Таких пар набиралось больше двухсот. И затем, без подготовки, поэт начинал в стихах резюмировать выступления оратором, подводить итоги съезда. Причем, используя рифмы, которые ему сказали, в том же порядке. В газету «Гудок» привели и Бориса Пастернака. Но он оказался негоден к быстрой газетной работе. Зато знал языки и смог подрабатывать вот здесь, в институте Ленина. Нашелся друг, отзывчивый и рьяный. Меня безотлагательств привлекли к подбору иностранной линьяны. Задача стояла в ловле фраз о Ленине. Внимание не дремало. Вылавливая их, как водолаз, я по журналам понырял немало. В институт Ленина, где работал Пастернак, поставил в 1927 году архитектор Чернышев на месте снесенного здания Тверской полицейской части. Шарик из «Собачьего сердца» был невысокого мнения о массельпромовской колбасе. А вот реклама была отменная. Ещё бы. Ведь её писал Маяковский. «Остановись, уличное течение! Помните, в массельпроме лучшее печенье!» Говорят, участников было дешевле, поэтому нужно было делать агрессивную рекламу. На бедняке не наживётся НЭП. Массельпром продаёт и сласти, и хлеб. Здание пищевого треста построил в 1925 году архитектор Лолейт. А расписали его художники Родченко и Гончарова. В 20-е годы в Москве появилась первая женщина-автомобилист. Маяковский привёз из Парижа машину, но ездила на ней в основном Лиля Брик. Она просила «Фордик», так тогда в Москве говорили. Но поэт привёз Рено. Лиля научилась водить и в одной из первых поездок наехала на женщину с девочкой. Она успела затормозить, но чуть-чуть толкнула ребёнка. Разбирательство закончилось тем, что Лиля купила девочке новый пуловер. Обслуживать машину в 20-е было практически невозможно. И в следующую командировку в Париж Маяковский уехал с длинным списком деталей, которые нужно привезти. В 20-е годы в Москве появился новый общественный транспорт. Для первых автобусных линий закупили английские автобусы «Лейланд». А гараж поручили построить архитектору Мельникову. Мельников поехал на базу и увидел, что этих породистых коней дёргают передним, задним ходом, ставя на ночлег. И тогда архитектор придумал прямоточную систему. Автобусы должны заезжать через передние ворота, вставать под углом, а затем, не разворачиваясь, выезжать через боковые или задние. Власти не поверили. Освободили одну городскую площадь и расчертили её под прямоточную систему. И действительно, пробег оказался минимальный. Здание гаража очень простое. Паралепипет на 90 машин с разными фасадами. Почему же оно такое известное? Архитектор Мельников первый добился полного соответствия внешнего облика здания и его функции. Вообще, Мельников всегда был настолько оригинален и необычен, что один историк даже пошутил. Будто на архитектурных конкурсах складывалось впечатление, что участвуют не 20-30 архитекторов, а два. Только один Мельников подал один проект, а второй – несколько десятков. Когда-то здесь было единое пространство для машин. Но сейчас в гараже музей и поставили выгородки. Кровлю поддерживают 18 тонких ажурных колонн. Есть винтовая лестница, чтобы подняться на верхнюю балку и оттуда осматривать автобусы. Гараж – перекличка времен. Гениальный инженер прошлого Шухов делал перекрытие для гениального конструктора будущего – Мельникова. Удивительно, что Мельников не создал собственной архитектурной школы. Он никогда не копировал даже собственные произведения. Занимаясь со студентами, он на первом занятии переписывал всю группу на доске, а затем просил расписаться напротив своей фамилии и показывал. Видите, какие у вас разные подписи. Вот так по-разному и делайте свои архитектурные проекты. Символом 20-х стала Шуховская башня. Инженер Шухов придумал гиперболические конструкции и взводил с помощью них опоры линии электропередач, водонапорные башни и радиомачты. Сетчатая конструкция легкая, не парусит. Видите, у нас на метр высоты меньше металла, чем в Эфелевой башне. Шухов готов был возвести башню 350-метровой высоты. Но в стране элементарно не было качественного металла и ограничились 150 метрами. Башню возводили без лесов, верхние секции собирали внутри нижних и вытягивали их наверх лебедками. Из-за использования некачественной стали и одной лебедки вместо двух при подъеме четвертая секция упала. Шухова приговорили к расстрелу условному. Инженер сумел починить башню и приговор в исполнение приводить не стали. КОНЕЦ Рослый стрелок, осторожный охотник, призрак с ружьем на разливе души. Не добирай меня сотом до сотни, чувства на корм по частям. Не кроши, дай мне подняться над смертью позорной. С ночи одень меня в тальник и лед. Утром спугни с мажичиной озерной. Целься, все кончено, бей меня в лед. В этих стихах Пастернака, воспоминания об охоте или эхо расправ 20-х годов. 20-е годы, как любой послереволюционный период, время всплеска преступности. Хулиганы по Москве ходили с финками, налетчики с наганами. Марину Цветаеву обчистили прямо возле собственного дома. Но она жалела грабителя. Ведь на следующую ночь он потрошил уже мужчину. Тот отдал деньги и выстрелил в спину преступнику из своего револьвера. Знаменитый писатель Эл Пантелеев взял псевдоним по своей кличке в школе беспризорных. Похоже, писатель был буян. Ведь Ленька Пантелеев – самый кровавый налетчик 20-х. Раз есть преступники, то есть и те, кто их отчаянно ловит. Пожалуй, в нашей истории еще не было периода, когда бы столько писателей работали в органах. Петров, Гайдар, Шеин, Веселый, Багрицкий, Шишова. На Лубянке был построен жилой дом для сотрудников АГПУ. Здесь также были служебные помещения, столовая, зал заседаний. По спортивному магазину, который размещался на первом этаже, здание стали называть «Дом Динамо». Архитектор Фомин назвал стиль, в котором он строил, «Красная Дорика». Здесь ордерная архитектура преломлена авангардом. Видите, колонны лишились капителей, а архитраф превратился в единый фриз с круглыми окнами. Во все времена лучшей защитой была приближенность к власти. Когда приходит швондер, и женщина, переодетая мужчиной, чтобы отобрать комнату, спасение только в бумажке. Окончательные бумажки, настоящей броне. Профессор Преображенский звонил, наверное, кому-то из обитателей дома на набережной. Здесь жили руководители государства. Причем в новом доме квартиры были меньше, чем древолюционные профессорские. Всего 3-4 комнаты. В целом, после революции, не все москвичи имели отдельное жилье. В основном, горожане жили в коммуналках. Пожалуй, нет ни одного произведения 20-х годов, где бы не появилась уплотненная квартира. Булгаков вывел свою нехорошую квартиру в рассказе «Дом ильпит раб коммуна». Ильф и Петров описали своих соседей, как обитателей Вороньей Слободки. Парадный вход Вороньей Слободки был давно закрыт наглухо, так как жильцы не решили, кто будет его первый мыть. По этой же причине была заколочена ванная комната. Из общественных помещений оставались туалет и кухня. С шипящими хозяйками и примусами, перекрещенными веревками и висящим сухим гипсовым бельем с потеками синьки. В 20-е годы время экспериментов. В Москве появились дома коммуны. У жильцов спальные ячейки. На первых этажах столовые, кухни, прачечные и детские сады. Но лишить москвичей быта не получилось. Тяга к личному штепсельному чайнику своей библиотеки оказалась неискоренима. Зато дома коммуны были востребованы как студенческие общежития. В 1928 году архитектор Николаев получил заказ построить общежитие на 2000 учащихся. С кубатурой 50 кубических метров на человека и крайне дешево. Он поставил восьмиэтажный спальный корпус, трехэтажный общественный и санитарный переход между ними. Николаев построил не просто общежитие, а бытовой конвейер. Студенты просыпались по звонку в шестиметровых комнатах на две койки. И затем в одних трусах последовательно проходили туалет, душевую, комнату для зарядки, гардеробную. В их собственных комнатах не было не то, что шкафчиков, даже полок. Парикмахерскую. И одетые попадали по пандусу в столовую. Ну, а из столовой можно было пройти или на занятия, или в спортивный зал. Вечером все повторялось в обратном порядке. Столовая, санитарный блок, спальные ячейки. Последняя реконструкция вернула комплексу аскетичную красоту 20-х. Из нового лифт. До этого были только лестницы и тот самый пандус. Студенты называли его «Ленивка». Комнаты стали нормального размера и восстановили, задуманный Николаевым, вот этот прекрасный световой колодец в актовом зале. В своем проекте Николаев использовал много авангардных деталей. Например, пандус, по которому студенты спускались в столовую, это модный элемент 20-х. Он дешевле и физиологичнее лестницы. Металлический каркас позволил сделать длинные ленточные окна. А общественный корпус Николаев накрыл пилообразными окнами. Такое стекление раньше использовали только на заводах. Оно дает рассеянный свет. Что ж, это удобно, когда читаешь или чертишь. Раз главным бенефициаром нового строя был объявлен пролетариат, то самыми востребованными зданиями оказались рабочие клубы. Архитектура должна была наглядно показать, как хорошо рабочий живет после революции. Он не просто занимается спортом или ходит в библиотеку, а делает это во дворце. Барокко и модерн были дискредитированы, они обслуживали эксплуататоров. Поэтому нужны были свежие решения, дешевые в строительстве и с оригинальными деталями. Архитектор Голосов для здания клуба на Лесной предложил стеклянный цилиндр, пересекающий бетонный параллелепипед. Здание построено в 1929 году. С тех пор после ремонта заложены окна, застеклены лоджии. Но пока остается главная идея – стеклянный стакан, пересекающий бетон. Здание уникально. В 1929 году начали строить клуб для Института инженеров транспорта. И архитектор Героольский решил повторить компоновку клуба на Лесной. Видите, здесь на углу частично остекленный цилиндр, и он пересекает угловой балкон. На этом здании самый эффектный элемент – вертикальные окна фойе. Они поставлены зигзагом-гребенкой и кажутся ширмой, которую можно в любой момент отодвинуть. В 20-е годы в Москве было построено 10 рабочих клубов. И 6 из них по проектам Мельникова. Все они разные по внешнему виду, функционалу и размеру. Мельников обязательно строил с чистого листа. Вот этот клуб на Стромынке входит во все перечни выдающихся сооружений 20-го века. Но важно, что и сам Мельников считал его своим лучшим сооружением. Может, потому, что его не изменили в процессе строительства. А то, бывало, Мельников запланирует бассейн, а когда начинают строить, оказывается, что ни воду, ни канализацию еще не провели. В своих клубах Мельников всегда использует эффектные лестницы или внешние пандусы. Они экономят внутреннее пространство. Также он любил трансформируемые залы, чтобы легкими перегородками они превращались в разные помещения. Это здание чаще всего сравнивают с шестеренкой. А мне оно напоминает рупор, провозглашающий новые принципы строительства клубов. Представляете, современники эти выступающие консоли ругали. А сейчас это общее место в архитектуре. Три балкона, а снаружи они соответствуют трем выступам. Мельников планировал перегородками превращать в отдельные аудитории. Не получилось. Тогда все архитекторы бредили раздвижными потолками, полами. Но даже в наше время это сделать сложно. А в нищие 20-е было невозможно. Память о тех бедных годах хранят даже стены. Кое-где для экономии они сделаны из камышита. Это блоки резаного камыша, залитые бетоном. И видите, простояли почти сто лет. Архитектор Щусев возвел до революции три десятка церквей. А в 20-е поставил на Красной площади еще одно сакральное сооружение. Мавзолей Ленина. Так как архитектурная мода и идеология кардинально поменялись, то он взял за образец не христианские храмы, а восточные зекураты и пирамиды. Мавзолей облицован красным мрамором. Над входом 60-тонная плита черного лабрадора с надписью из красного порфира. Ленин. Всю авангардную архитектуру 20-х годов принято называть конструктивизмом. Хотя сами архитекторы различали рационализм, динамизм и конструктивизм. Кто-то продолжал работать в стиле арт-деко. Хотя самого термина не было, арт-деко ассоциировалось с западным искусством. И тогда свое творение называли «красная дорика». Но автор самых необычных проектов, мельников, вообще не причислял себя ни к какому стилю. Он говорил, что не рисует здание, а составляет проект грядущего счастья. На открытом международном конкурсе 28-го года на здании Центросоюза Центросоюз объединял все кооперативы страны. Победил проект француза Ле Корбюзье. Корбюзье сформулировал пять принципов современной архитектуры. Здание приподнято на колонны для свободного прохода под ним. Крыши плоские для устройства садов. Здание максимально остеклено, а остальные плоскости покрыты для дешевизны бетоном. Ну и внутри свободная планировка. В нашей стране два пункта не сработали. Низ здания перекрыли. Еще Ильф и Петров писали о нашей тяге к закрытым дверям. Если на стадионе пять проемов, четыре будут закрыты. И здание облицевали праздничным армянским туфом. Занимаясь зданием Центра Союза, лекарь Бюзье сказал, что архитектура – это циркуляция. Все объемы комплекса свободно перетекают друг к другу. А внутри была обеспечена циркуляция сотрудников. Они поднимались вверх на непрерывных лифтах, а спускались по пандусам. Хотя здание возводил француз, оно точный слепок времени. Времени, когда государство регулировало потоки совслужащих и на работе, и дома. В конце 20-х отменяют НЭП, и государство начинает контролировать торговлю, сельское хозяйство, промышленность, даже литературу. Чем нам делить поэтическую власть? Сгрудим нежность слов и слова бичи. И давайте без зависти и без фамилий класть в коммунову стройку слова кирпичи. Давайте, товарищи, шагать в ногу. Нам не надо брюжащего лысого парика. А ругаться захочется. Врагов много. По другую сторону красных баррикад. Маяковский узнаваем всегда. 20-е – время минимализма в архитектуре и цветения в литературе. Может быть, фабрики кухни и дома коммуны не похожи на романы Булгакова, Ильфа Петрова, но они порождения одной эпохи. И, глядя на здание Треста, мы всегда вспомним контору рога и копыта. А общежитие норовим назвать именем монаха Вертольда Шварца. В следующем десятилетии конструктивизм запретили. Так как писателям было сложнее перестроиться, чем архитекторам, то запретили и многих писателей. Об этом мы поговорим в следующей передаче. До встречи через неделю! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ